Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша, и добро пожаловать в мое палеточное расслабление. Спойлер! Очень многое из того, что вы здесь увидите, будет у меня уходить или в мусор, или на продажу, или в добрые руки, или вообще куда бы то ни было. Крайне мало, что отсюда я буду оставлять себе. Конечно, самое очевидное из того, что у меня есть коллекции, там, какие-нибудь особо удачные палетки Too Faced, или Anastasia Beverly Hills, палетки Naked, или же мои любимые BH Cosmetics, смысл показывать здесь, ну, и так понятно, если отзыв был положительный, и мне дико понравилась палетка, то, скорее всего, вряд ли я буду от нее избавляться. Но если у меня палетка вызвала какие-либо неоднозначные впечатления, и более того, если у нее есть в моей коллекции более годные и крутые дюбы, ясное дело, я буду избавляться от такого экземпляра просто потому, что у меня есть более лучшее качество. И начнем, пожалуй, наше расслабление с палетки That's My Jam от Too Faced. Я знаю, что многим она нравится, у многих она любима, и, в общем-то, мне она тоже нравится по своей гамме, иначе я бы ее, ну, просто-напросто не захотела бы покупать. Особенно мне запали в душу здесь как раз шиммерные топеровые оттенки, но, к сожалению, они здесь не столь хорошего качества, как я бы того хотела. Когда покупаешь Too Faced, все-таки рассчитываешь на какое-то такое качество, чтобы, ну, действительно радовало глаз и душу. У меня, например, за кромах есть очень годный дюб, так сказать, на эту палетку, и эта палетка ревущие 20-е. Кстати, она у меня здесь, конечно же, находится, вот она, и, собственно, вот, тут есть очень много идентичных оттенков. Вот этот намного более пигментированный, этот намного более интересный, и если говорить про розовый-розовый, ну, да, даже розовый здесь круче. В общем, вот, смотрите сами, вот фиолетовый, вот два хромтопера, и вот, ну, как бы разница очевидна, да. И тут, как бы, вопросов уже никаких не остается, какую палетку я буду вставлять, от которой буду расслабляться. Так что, Рут, обожаю нежной любовью. Кому интересен обзор на That's My Jam и на ее сестричку, кстати говоря, тогда я ее второй тоже показывать буду. И кому интересен обзор на эту сестричку, милости прошу вот сюда, кликайте, смотрите. А кому больше, ближе вот эта вот невероятная неоновая красотка, Рут, ревущий 20-й, кликайте сюда и смотрите обзор на нее. Люблю всей душой эту неоновую палетку, просто показала в качестве сравнительных сводчей, чтобы вы понимали, что я не голословлю и не придираюсь к Too Faced, а реально имея в закромах намного лучшее качество, ну, грех оставлять у себя эту красотку. Она очень красивая, она очень милая, но все же, ну, ну, тут без слов все понятно, да, мне кажется. Шиммеры суховатые, матовые тоже суховатые, мне не очень нравится качество, поэтому буду ее продавать. Собственно, я уже знаю даже, кому ее продам, тут вопросов у меня нет. И вторая палетка Too Faced, которая здесь у нас появится, это Shake Your Palm Palms. Вот она по качеству намного лучше, чем ее сестрица That's My Jam, но все равно отнести ее в разряд прям каких-то крутых, к сожалению, не могу. Этот оттенок очень слабо пигментирован, к сожалению, а из тех, которые мне нравятся, вот этот, обожаю, вот этот и вот этот. Зеленый тоже, кстати, очень классный, мне нравился. С матовыми вопрос, они неплохие, но, блин, есть лучше. В общем, вот они какие. Очень неплохие по качеству шиммеры, но, не знаю, опять же, мне кажется, у меня такого добра есть. В коллекции немало, поэтому я буду от нее избавляться, но вот, опять же, повторюсь, мне это понравилось значительно больше, чем вот это. Ну и, конечно же, здесь гамма более теплая, она более удачная получилась. Тут как бы вообще без вопросов и понятно, почему одна лучше, другая хуже. Так, Huda Beauty Nude Light. Все с этой палеткой хорошо, просто она мне тупо по гамме не подходит и не нравится. Из любимых, конечно же, здесь вот этот вот шиммер и вот этот вот шиммер Duochrome. Эти тоже классные, но подобных у меня много и, кстати, многие вот блестяшечки осыпаются, и это мне вообще не нравится. Вот, красивые, очень классные сияшки, но оставлять ее ради двух рефилов, ну, не знаю, как-то смысла, наверное, нет. Я в будущем рассчитываю, что у меня появится палетка с вот таким вот похожим Duochrome. В принципе, они сейчас приходят на такой более коммерческий широкий рынок, так сказать, поэтому я уверена, что, скорее всего, появится у меня экземпляр лучше. А так, палетка шикарная в своем качестве, просто проблема у меня в том, что она мне по гамме не подходит под мой типаж мишности. Ну, или то, что я вижу в зеркале, мне просто не очень нравится, но так, объективно, убрав всю субъективщину, объективно она крутая. Мне она нравится по качеству. Единственный момент, то, что вот эти вот блестяшки, разные сияшки, у нее все-таки время от времени мельчайшие пыльцовой феи осыпаются под глаза в носки, поэтому как бы, ну, вопрос. Но вообще она крутая, прям вот классная. Если бы гамма мне подошла бы, я бы бодалась бы с этими блестяшками, но так как гамма мне не очень нравится, поэтому буду ее продавать. Все-таки немножко она не моя. Следующая палетка у нас это Вилента 7 Days Cute Your Emotions Today. Я на нее делала обзор, можете посмотреть здесь. Да, там обзор старенький, но мне кажется, мне удалось все-таки показать вариативность палетки в лучшем свете и показать текстуры, и к чему у меня есть вопросы, к чему вопросов нет. Из оттенков отсюда мне очень нравится вот этот шикарный доохром. Вот этот невероятный желтый, мятный и фиолетовый. Оранжевый тоже очень-очень нравится, но, к сожалению, с оранжевым у меня проблемы. Он какой-то прям, ну, вы видите, наверное, в рефиле он прям такой пластилиновенький немножко. И, не знаю, она по своей сборке офигенная, просто потрясающая, невероятная. Но так уж вышло, что, к сожалению, вот этот вот оранжевый, вот просто бомбический, невероятный, фантастический. Просто обожаю. Если бы он был в лучшей формуле и не стекал бы мне с века, я бы оставила бы эту палетку даже не задумываясь. Но так как у меня, похоже, доохром есть, как раз-таки в палетке рут. Желтый тоже есть у меня в рут. Пастельный такой, лавандовый и голубой, мятный тоже у меня где-то были, я точно помню. Так что вставлять ее я все-таки не вижу смысла. Там чисто за какую-нибудь символическую цену я ее отдам. Ну, просто, просто мало ли кому-нибудь понадобится она. Вообще, вот если этот оранжевый бы не скатывался, я бы, наверное, все-таки ее оставила бы. Потому что этот оранжевый просто невероятно крутой. Да и в целом палетка очень классная. Если у вас таких вот оттенков в коллекции нет, но хочется иметь все и сразу в одной сборке, вот это она, это стопудово она. Это просто очень крутая палетка. И стоит она, если ее попробовать по скидке найти, то где-то рублей 300, за рублей 300 ее можно как раз купить. Палетка Nude Light от Faris Cosmetics. Закос под худу New Nude, которая выше уже была. И, ну, как бы не знаю. Вы, наверное, смотрели мой разбор, сравнение. Сюда приколю ролик. Вы можете посмотреть сравнение оригинала с дюпом. Но, в принципе, как дюп, она неплоха. Просто, опять же, я человек такой, у которого часто есть оригиналы в руках. Ну и, конечно же, чисто ради сравнения можно только смотреть по градациям. На какой степени годности или паршивости тот или иной дюп получился у бренда, под бренда, который косил. Мне отсюда нравятся тоже вот этот и вот этот оттенки. Но они вообще, как вы помните по свочам, вообще не похожи на те, которые были в оригинальной. Это классический желто-розовый дохром. Это красивый такой металлик фиолетовый. Но вы же помните, какой классный был в Nude Light оригинальный. Там был с желтым отливом, нежно-розовый. Здесь он теплый, более классический. Неплохо тоже за какую-нибудь чисто символическую сумму отдам. Потому что, в принципе, палетка неплоха. Если не хочется покупать фарес на Wildberries, за сколько? За три-четыре сотни это стоит. Ну, почему бы ее не продать и не отдать в добрые руки? Тут как бы, кстати, вот ставка, почему я говорю продать за символическую сумму. Просто потому что я считаю, что когда ты платил, и, в принципе, ты понимаешь, что экземпляр годный, почему бы его не продать за минимальную стоимость? Ну, просто вот реально чисто символическую. Просто потому что она годная, ее не стыдно. Ну, и плюс, знаете, есть такая фишка, что на Юле, что на Озоне, когда что-то отдаешь даром в добрые руки, люди очень хитренькие встречаются и часто склоняют к тому, чтобы... Ой, даром, да. А может, вы мне это тоже даром отдадите? Ой, может, вы мне это даром привезете домой, до порога дома довезете? А то мне так сложно, у меня трое детей. Ребят, у меня тоже трое детей, как бы. И, ну, действительно, давайте входить все-таки в положение друг друга и как-то более лояльно друг к другу относиться, и все-таки не наглеть. Все-таки человек, ну, покупал, да, и я ее, безусловно, за ту же самую цену продавать не буду. Чисто символически, тем более у меня аккаунт, там, время от времени, ну, как вы уже видите, да, будет много чего и оригинального, так что, в принципе, можно сразу же по мелочи что-то купить и сразу же вот, ну, почему бы не захватить, да, то есть, как бы такой момент, почему бы, собственно, и нет. А что такого в этом, я не знаю. Ничего такого в этом я не вижу. И не заходя далеко от Wildberries, покажу вот эту палетку La Rosa, которая типа неон, типа с закосом под худо, вот это безобразие. Я даже продавать за символическую цену не стану. Честно вам скажу, во-первых, как вы видите, вид у нее, ну, максимально непотребный, то есть, это реально только в мусор, больше никуда, и, во-вторых, в этой палетке собрано уйма вот таких вот текстур, которые просто вдавливаются, некоторые крошатся, они чуть лучше на веке держатся, некоторые вдавливаются, прям как пластилин, и вот это дело вообще на веке не держится, это просто, ну, это очень красиво на сводчах, но это просто все течет с невероятной скоростью. Матовый здесь только один, ну, как бы, нет. Вот, в принципе, если вот покупать для себя, если у вас века сухое, если вы пользуетесь базой, есть процент вероятности, что вам она может подойти, и на вас она будет держаться. Но, знаете, процент вероятности все же не такой большой, как хотелось бы, поэтому я, пожалуй, и рекомендовать это, ну, вряд ли стану, собственно. Можете посмотреть здесь мое сравнение с оригиналом. Huda Neon Green, моя любимая палетка, она дико проблемная, но я ее все равно очень люблю за обилие неоновых оттенков и за обилие невероятной красоты топеров. Здесь же, получается, больше все-таки блестяшки собраны, и хоть некоторые прям реально очень похожи на блестяшки из Huda Neon Green, стойкость здесь прям очень слабая, поэтому это прям сразу в мусор. Я даже, ну, тупо в мусор и все. Тут вообще вопрос, наверное, возникнуть ни у кого не должно. Следующие палетки. Так, где они? Следующие палетки я, пожалуй, наверное, вряд ли кого удивлю, если скажу, что я их хочу себе оставить. Знаете, вот проходит время, и ты понимаешь, почему ту или иную палетку ты любишь. Здесь я не могу ее ни отдать, ни продать из-за вот этого оттенка. Я его обожаю. Он так красиво раскрывает цвет моих глаз, и вот это золото невероятное. Эти шиммеры, они настолько сливочные и настолько удобные в работе, и затемняющие, самое главное, беспроблемные, очень классные и не пятнящие. Ой, я не знаю, палетка восторг. Единственное, что меня немножечко подбешивает в ней. Это глиттер. Хотя глиттер тоже носить, в принципе, здесь можно. Он, ну вот, как вы видите, он очень-очень мельчайший такой дисперсии. Я носила, мне не жгло, не щипало, никуда не скатывалось и не болело. В принципе, как бы неплохо. Очень люблю эту палетку, но у меня к ней есть определенного рода вопросы. Просто потому что я понимаю, что здесь вариативность не столь выражена, как я бы хотела, но по качеству она очень-очень классная. Вот тут был момент такой, что я долго думала поставить ей какую вообще оценку, четверку или пятерку, но поняла, что все-таки таких рефилов, вот ради которых вот я ее бы оставила, ну здесь вот буквально вот рефила 2-3. Но я ее буду оставлять. Ну и плюс, конечно же, она радует меня своим дизайном. Вот эта вся детализация просто невероятная какая-то. Вот просто офигеть, офигеть. Это даже в руках держать просто приятно. Конечно же, я это дело оставляю. И сюда же, собственно, малыша Грогу определю точно так же. С детализацией тут все шикарно. Просто офигенно. И если говорить про нее, за что люблю ее я, я ее люблю, пожалуй, вот за вот этот вот оттенок. Называется он Right Hand Mando. И вот эти вот парочка. Мне очень-очень нравятся. Остальные тоже классные, травяные и клевые. Мне нравятся. Ну, прям-таки вот, чтобы любить, вот за этот оттенок. Вот как-то так. Ой, у меня здесь уже немножко краснота из прошлой палетки влезла. Короче, гамма здесь очень классная, очень гармоничная. И вот этот оттенок просто бомбический. Я обожаю этот оттенок в палетке. И, ну... Причем, знаете, вот самая такая дурацкая тема, что вот этот очень на него похож. Но на самом деле он не столь металлический. Ну, как сказать, не то, что металлический. Вот этот более насыщенный, интеллигентный и крутой. Этот, он более такой утонченный, как будто более простецкий. Не знаю. Он хороший, тоже классный. Ну, вот Right Hand Mando я обожаю вообще всей душой. Поэтому оставляю. Но в палетке тоже, как вы видите, далеко не все оттенки, ради которых бы я оставила палетку. Но, опять же, тут еще просто сверху прикрывается дело крышечкой невероятный дизайн палетки и качество ее сборки. Я так замечаю, кстати, добрая часть коллабов у Colourpop, которая была сделана с Диснеем, они в подавляющем большинстве очень крутого качества. Так что, не знаю. Мне кажется, что, чтобы я не взяла у Диснея, ну, конечно, кроме принцесс, наверное, или же злодеев, потому что там ребята говорили, вопросы есть очень большие к палеткам. Но вот к этим палеткам и к палетке Эльза вопросов просто по минимуму у народа. И точно так же и у меня. Минимум вопросов к этим палеткам. Далее покажу вам мою любимую, обожаемую палетку Sephora. И это у нас называется она Cold Brown Tones. Обожаю эту палетку. И, кстати, далеко не забегая, вы, наверное, думаете, что это я тоже буду оставлять, как и все Colourpop'ы выше перечисленные, но нет. Вот как раз-таки от этой красотки я буду избавляться. Потому что у меня есть вот эта Sephora. Причем забавный момент такой, что здесь вроде как меньше оттенков, но при этом они так сбалансированы хорошо, что они больше в теплинку уходят. И на моей внешности вот эта теплинка как будто правильная, как будто бы гармоничная, смотрится намного лучше, чем здесь. Здесь вроде тоже усаживаются чуть больше в теплинку оттенки, но при этом шиммеры все же какие-то не настолько изысканные, что ли. Я даже не знаю, какое слово подобрать. Вот этот вообще какой-то, не знаю, странный. Но, в принципе, кому-то тоже понравится. Просто мне эта гамма, ну, не очень подошла. Здесь больше теплоты, и здесь мне нравится гамма намного-намного больше на моей внешности. Тем более, когда я этой палеткой крашусь, мне прям, ну, знаете, так это акцент неоновый внутренний угол глаза нанес, слизистую там тоже каким-нибудь фиолетовым, бирюзовым провел. И уже более яркий макияж в дневной версии готов. Обожаю в этой палетке вот этот оттенок. Обожаю просто... Не могу. Отсыпьте мне пять кило. Обожаю. Люблю, обожаю, не могу жить. Вот у него какой-то такой правильный потом. Знаете, вот без сравнительных свочей это не так и заметно. Но стоит сделать сравнительные свочи с другими оттенками, похожие такой гаммы, да, по природе. И вы увидите, насколько все-таки вот этот он более правильный. Насколько он гармоничный, насколько он в правильную теплинку уходящий. Здесь тоже красивые оттенки. Но вот этот такое чувство, что вообще какой-то такой достойной палетки Глэм Наташи Деноне. Мне как это видится. Глэм, кстати, я никогда покупать особо не хотела. Но когда в моих руках побывало вот это, я поняла, что, блин, вот это счастье. Я себе ставлю 100%. Хотя, казалось бы, да, бюджетная, обычная, такая скромненькая. Она крутая. Она просто какая-то фантастика. Я в нее влюблена по самой не могу. И, собственно, как вы уже видели по моей прошлой распаковке, я купила еще две из этой коллекции. И еще две. Жду, когда приедут. Я надеюсь, что из американской Сифоры в нашу тоже приедут. Оставшиеся сколько там было? Три или четыре новых из коллекции Pocket Palette. Я их тоже куплю себе. Прям хочется почти всю коллекцию себе собрать. Насколько они забалансированы, насколько они красивые и в работе легкие. Это просто, блин, фантастика. Ребята, кто ищет бюджетный крутой ньют. Присмотритесь обязательно. Я прям очень это советую. Так что это дело я оставляю. А вот эту красотку я буду оставлять на продажу, потому что она в принципе хороша. Меня только смущает еще немного супершок. Он, кстати, держится неплохо, но наслаивается с неким трудом, поэтому, ну, не знаю. Мне все-таки он не очень здесь нравится. Поэтому все же буду от нее избавляться. Но, в принципе, я думаю, на нее найдется свой покупатель. И гамма эта тем более пользуется популярностью. Ну, кстати говоря, если так говорить про технические характеристики, здесь все-таки матовые пылят больше, чем в сифоровской палетке. Намного больше. Намного больше. Палетка Stellar. Вы смотрели, когда мой обзор на нее вот сюда приколю. Посмотрите, пожалуйста. Я долго плевалась. Нет, кому-то понравится. Кому-то зайдет, и кому-то будет в радость. Но, знаете, я на своем веку столько нюдовых теней перетрогала, перещупала. И я ожидала, что здесь будет качество хорошее. Но, блин, как можно запороть нюдовую гамму? Это надо прям так постараться. Я не знаю, как. Но Stellar это удалось, на мой взгляд. Хотя я так посмотрю у многих блогеров в подавляющем большинстве положительные рецензии на эту палетку. Но, насколько я поняла, это даже не рецензия, это больше первые, вторые впечатления. У меня был ролик, снятый из моего цикла несколько первых макияжей. То есть, я брала и несколько раз красилась палеткой, смотрела, насколько красивые оттенки, насколько хорошо ложатся шиммеры, насколько непятняты, ровно наносятся матовые. Слушайте, я расстроилась пипец. Мне вообще... Вот это вот... Это очень мягкий, вот очень похоже на супершок оттенок. Все остальное какое-то сыпучее, зернистое. Вроде красивая сборка. Да даже не вроде, а на самом деле красивая сборка. Классная. Но вообще мне с ней так тяжело работать. Знаете, вот если говорить про нюды, да, какие-нибудь годные, опять же, покажу. Вот эта. Невероятно крутая. Причем даже дешевле, чем вот эта стелли стоит. Если говорить про более такие дорогие нюды, могу показать даже вот эту. Вот эта вообще по качеству крутая тоже. Она, конечно, много дороже стоит. Но вот эта палетка нюдовая, кстати, от Too Faced, меня изрядно радует. Хотя, казалось бы, блин, Too Faced, вы в моих глазах облажались. Но это прям клевое. Я ей пользовалась, наверное, раз пять. И все разы как-то все получается сходу, без бубнов. Вот, опять же, пример хорошего нюда. Ну вот, пожалуйста, у Деноны нюды крутанские, изысканные, дорогие, роскошные, маневренные и удобные в работе. И вот этот вот кошмар. Я не знаю. Знаете, вот если бы к моменту создания этого ролика и съемок у меня бы в закромах было бы испробована вот эта палетка, которая уже относится к Warm Brown Tones, я еще просто пока ее не пробовала. У меня есть огромная вероятность того, что вот мне кажется, вот это окажется по качеству вообще ничуть не хуже, чем вот это. Но, опять же, к сожалению, я ее пока не пробовала в работе. Говорить ничего не могу, иначе получается это какое-то голословенье. Но я надеюсь, что вот это окажется намного лучше, чем вот это. Здесь прям, ну, совсем все сухо, сыпется, некрасиво наносится, нужна какая-то более липкая база и так далее. Я ее, опять же, зная, что это стеллари, многим нравится подобное, чисто за символические деньги я ее отдам за какие-нибудь копейки сущие, потому что выбрасывать, я ее не знаю, рука, наверное, не поднимется, потому что, ну, реально, столько много блогеров говорили, что она хорошая, и только у меня, у одной, походу, с ней не складываются отношения. Так что я так понимаю, ну, раз мне так не повезло, видимо, я ее все-таки буду выставлять на продажу, но я так полагаю, что если в скором времени ее не купят, я ее сниму с продажи и просто выброшу в помойку, потому что она меня больше злит, занимает место и просто раздражает, ну, не знаю, прям какое-то расстройство. И последняя на сегодня палетка это NYX Ultimate Utopia. Я ее очень давно хотела, и я не открещусь от своих слов. Палетка очень классная, мне нравится. В ней есть сложности с темными, особенно с фиолетовым, но если их смешивать с более теплыми, транзитными кистью, то так, то так, вот так вот смешивая, то получается очень неплохое затемнение. Она мне нравится по своей вариативности, нравится по своей сборке, по своей гамме. Очень классная палетка, но если вот так вот смотреть на мои несчастные шкафы, которые постепенно, очень быстро, быстро захламляются палетками, набиваются, я понимаю, что коллекция-то хорошая, но, как бы, доброй частью бюджета я не пользуюсь, я буду ее выставлять на продажу. Она классная. Прямо от всей души я могу ее рекомендовать, но, да, так как она поюзанная, безусловно, будет пометка, что это уже использованный, далеко не новый экземпляр. Но кто хотел попробовать, но все, ждал скидку, или просто хотел потыкать в нее пальчиком или кисточкой, то тот может ее купить. Классная. Мне она нравится. Вот если бы у меня не было бы Джеффри Старрского Элиона, я бы, наверное, ее оставила бы у себя. Но так у меня вот гамма в Элион есть, и мне все-таки больше пигментации нравится в Джеффри Старре. Ну, это логично. Где Никс, а где Джеффри Старр? Все-таки это такие бренды, изрядно отличающиеся. Ну, и, кстати, если посвочить что-то... Вы, кстати, можете посмотреть мой сравнительный ролик по всплывашечке здесь, где бы посвочить. Ну, вот как-нибудь так. Мне очень нравится. Мне нравится очень. Причем этот зеленый тоже не прогадал. Он хороший получился. Так что буду избавляться, просто потому что я понимаю головой холодной, и что мне все же это не пригодится. Но качество, как по мне, достойное. Никс действительно стали лучше в последнее время. И я даже вот приобрела спойлер новую их палетку. Как она называется? То ли фестиваль, то ли еще как-то. Ну, короче, та, которая рыжая, с оранжевым, с желтым и с фиолетовыми рефилами. Вот. Очень хочу попробовать, сравнить. Ну, мне думается, что они все, вступили на тропу правильных действий. И у них качество в тенях поднимается. И стараются они как-то за пиаром следить. Я на это очень надеюсь. Так что это буду дело продавать. Так что, по итогу получается, что продавать буду я вот столько экземпляров. Ну, так или иначе выставлять. В мусор пойдет у меня вот этот вот индивид. Это просто позорище. И оставляю я себе из всего этого скоба вот эти вот три красотки. Ну, это было, наверное, очевидно в какой-то мере. Не очевидно было только вот это. Ну, в общем, как-то так. Спасибо за то, что провели это время со мной. Я надеюсь, стало для вас немножечко полезно или хотя бы чуть-чуть информативно, ну, или просто развлекла вас в этот день. Спасибо вам за ваши лайки, за ваши комментарии. Если что-то вас интересует, пишите мне в комментариях здесь. Я, конечно же, отвечу. Если что, можете писать мне в личку в Инстаграме. Где-нибудь здесь пропишу свой Инстаграм. Так что до новых встреч. Скоро увидимся с вами снова. И это будет, как всегда, через два дня на третий. И всем спасибо за внимание. И всем пока-пока. До новых встреч.